Здравствуйте, ребята! Сегодня на уроке определим закономерности формирования различных типов почв на территории Кыргызстана, взаимосвязи с перепадами абсолютных высот и сложностью рельефа, воздействием климатических факторов, оценим значение почв в жизни человека. Основоположник почвоведения Докучаев отмечал, что почва – это зеркало ландшафта. Давайте выясним, почему. Что такое почва? Почва – самый поверхностный слой суши земного шара, возникший в результате изменения горных пород под воздействием живых и мертвых организмов, растительности, животных, микроорганизмов, солнечного тепла и атмосферных осадков. Важная часть почвы – гумус, или вещество темного цвета, образованное из перегноя. Гумус составляет от 85 до 90% органического вещества почвы и является важным критерием при оценке ее плодородности. В состав почвы входят четыре важнейших компонента – минеральная основа, органическое вещество, воздух, вода. Плодородие – это свойство почвы, которое появляется только при взаимодействии ее компонентов. На плодородие почвы существенно влияет содержание азота, фосфора, калийных солей и других веществ. Все процессы, происходящие в почве, связаны между собой. Исключение или ослабление какого-либо составляющего ведет за собой изменение всего состава почвы и потери ценных ее качеств. Деградация. При изучении почв выделяют также такие свойства, как пористость, проницаемость воздуха и воды, капиллярность. Какие же факторы влияют на почвообразование? Выделяют три основных процесса образования почвы на земной поверхности. Физические, химические и биологические процессы. Влияние каждого из них имеет значение. К физическим процессам относят такие природные явления, как землетрясение, вулканическая деятельность, изменение температуры, атмосферного давления и другие. Биологические процессы осуществляются в результате жизнедеятельности живых организмов. Химические процессы связаны с взаимодействием веществ и превращением их в новые вещества. Кыргызстан – горная страна, а в горах все процессы и явления подчиняются закономерности высотной поясности. Итак, к почвообразующим факторам относятся климат, рельеф, горные породы, грунтовые воды, животные и растения, деятельность человека и время. Да-да, именно время, поскольку необходим длительный временной период взаимодействия всех факторов для того, чтобы сформировалась почва. Почвы подразделяются на структурную и беструктурную. Структурные почвы имеют комковатую структуру диаметр комочков до 10 мм. Они плодородны. Беструктурные почвы состоят из мелких полеватых частиц диаметром от 0,001 до 0,005 мм. Они неплодородны. В почвенном профиле выделяют четыре горизонта. Гумусовый горизонт, вымывание минеральных веществ, накопление питательных веществ, материнская порода, подвергающаяся выветриванию, а также коренная подстилающая порода. Верхний горизонт почвы гумусовый. Он густо пронизан корнями. Здесь происходит накопление органического вещества и образование гумуса. Гумусовый горизонт самый темный. Его цвет зависит от накопившегося перегноя. Когда его количество уменьшается сверху вниз, то горизонт становится светлее в нижней части. В почвах, формирующихся в условиях большого количества осадков, под гумусовым горизонтом образуется горизонт вымывания. Горизонт вымывания – это очень осветленный горизонт, из которого вынесена значительная часть органических и минеральных соединений. Горизонт вымывания. Этот горизонт обогащен глинистыми частицами. Окраска различна, есть примеси гумуса. Материнская горная порода – самый нижний слой почвы. На ней изначально начался процесс почвообразования. В чем же проявляются закономерности высотной поясности в Кыргызстане? Выветривание горных пород на различных высотах протекает с различной интенсивностью. Продукты разрушения и выветривания горных пород в зависимости от рельефа и степени разрушения накапливаются или постепенно перемещаются. В участках, где не происходит накопление мелкого песка, глины, образование почвы не происходит. Формируется беспочвенный покров. В Кыргызстане общая площадь участков с беспочвенным покровом составляет 27,2% территории. От подножия гор и до высот 3500-3600 метров, где возникают условия для накопления продуктов и выветривания, образуются почвы разнообразных типов. В формировании почв в горах решающую роль играют рельеф и денудация. Денудация проявляется главным образом в пределах суши и сводится к перемещению раздробленного или химически растворенного материала с возвышенностей в снижение рельефа. Долины, котловины, озерные бассейны. Главными действующими силами денудации является гравитация, текучие воды, ветер и движение ледников. С повышением высоты возрастает количество массы минеральных веществ, выносимых из почвы механическим путем. Вместе с тем геохимический вынос веществ создает отрицательный баланс в горных почвах. Значительна роль и климатических факторов. Закономерности распределения тепла по высоте подчинены высотно-поясным закономерностям. Атмосферная циркуляция определяет количество атмосферных осадков и распределение влаги по склонам. В связи с тем, что западные, северо-западные и северные склоны горных хребтов на территории Кыргызстана обеспечены влагой, типы почв на этих склонах отличаются более высоким содержанием гумуса. Это создает более благоприятные условия для роста разнообразных растений. Велико значение и живых организмов в формировании почв. Отмершие растения и останки животных являются основными компонентами образования гумуса. Микроорганизмы участвуют в переработке органических веществ и формировании минеральных веществ. Итак, разнообразие почв в Кыргызстане связано с перепадом абсолютных высот, со сложностью рельефа, с климатическими условиями. По различию условий формирования почвы подразделяются на две группы. Первая группа – почвы подгорных равнин, межгорных долин и высокогорных сыртов. Вторая группа – почвы горных склонов. Основное условие для подразделения на две группы – это уклон земной поверхности и характер процессов почвообразования. В каждой группе, в зависимости от особенностей, выделяют несколько типов почв. Наиболее широко распространены из такого разнообразия почв – сироземы. Для равнинной части Чуйской и Таласской долин в основном характерны обыкновенные северные сироземы. Особенность почв – малокарбонатность и невысокое содержание гумуса. В условиях орошения почвы плодородны и позволяют получать хорошие урожаи. На равнинах Ферганской долины преобладают сироземы туранские. Основной тип – обыкновенные туранские сироземы. На солнечных участках – светлые туранские сироземы. На высоких участках – темные сироземы. Особенность почв – высокая карбонатность и также невысокое содержание гумуса. В Ферганской долине сироземы занимают почти все равнинные пространства и предгорья. Это связано с расположением территории Южного Кыргызстана в субтропическом климатическом поясе и с преобладанием древних пород, состоящих в основном из известняков, сланцев, песчаников. На подгорных равнинах распространены под полупустынной растительностью – сироземы. В зоне сухих кустарниковых степей – серо-коричневые почвы. В лугостепях – горные коричневые. Под орехово-плодовыми лесами – черно-коричневые почвы. Как вы уже заметили, туранские сироземы делятся на три подтипа – светлые, типичные и темные. Светлые сироземы туранские распространены на поверхности подгорных равнин – туркестанского, алайского, ферганского и четкальского хребтов. Типичные сироземы туранские распространены на склонах низкогорий и адыров. Выше зоны типичных сироземов на абсолютных высотах от 1200 до 1500 метров – темные сироземы. В иных условиях протекает почвообразование на сыртах центрального теньшани, где в течение всего года отмечаются низкие температуры, почвы глубоко промерзают, а на незначительной глубине встречаются многолетние горные породы. Своеобразие условий почвообразования обуславливает формирование на сыртах особых типов почв. В результате круглогодичного вымораживания почв, разложение органических веществ в них совершается в бескислородных условиях, а влага перемещается глубоко к поверхности, поэтому продукты почвообразования накапливаются в верхних горизонтах. Почвы сыртов отличаются щелочной реакцией при слабом развитии химических и биологических процессов выветривания и значительном морозном выветривании. Они сильно карбонатны и исключительно бедны микрофлорой, а также почвенной фауной. Почвы сухостепного, степного и лугово-степного поясов горных склонов представлены главным образом коричневыми, бурыми и каштановыми, а также черноземами. Сероземы, бурые и каштановые почвы, в отличие от почв межгорных впадин, обычно маломощны, больше эродированы. Коричневые почвы и черноземы, формирующиеся под кустарниковыми степями и лугостепями, характеризуются высоким содержанием гумуса и других элементов. Развитие луговых почв связано с периодическим сезонным увлажнением. Весной, во время таяния снегов, здесь наблюдается более интенсивное увлажнение. Формирование внутризональных почв обусловлено главным образом местными особенностями увлажнения или засоления. Почвы подгорно-предгорных равнин и межгорных впадин формируются на отложениях, являющихся продуктами разрушения пород горных склонов. Поэтому здесь почвообразовательный процесс время от времени прерывается, а почвообразующий материал часто обновляется. Формируются слоистые горизонты. Такыры – каменистые, глинистые, солончаковые грунты, характерные для холодных пустынь центрального теньшани. Чаще всего такыры встречаются фрагментами среди других типов ландшафта. Это плоские, глинистые пространства с крайне изреженной высшей растительностью или совершенно ее лишенные. Голая, очень плотная глинистая поверхность такыра сильно растрескана. Расположенные в понижениях рельефа, такыры периодически затопляются талами, снеговыми, паводковыми или селевыми водами, превращаясь во временные неглубокие озера. При увлажнении они набухают и почти не пропускают вглубь воду, а при высыхании превращаются в твердую массу, недоступную корням растений. Чапы – это предгорья, сложенные соленосными пестроцветными глинами, песчаниками, конгломератами со скудной растительностью. Чапы распространены в Нарыне, Качкорской долине, Китмень, Тюбе. Итак, мы рассмотрели с вами основные типы почв Кыргызстана, формирование которых зависит от высотной поясности, зональности и климатических характеристик. Почва не только дает жизнь, но и выполняет защитную и энергетическую функцию. Опасные для жизни человека и животных компоненты накапливаются в почве и постепенно утилизируются. Почва служит своеобразным фильтром, предотвращающим поступление этих соединений в природные воды, растения и далее по пищевым цепям животные организмы и человека. Почва создает условия для жизни растений, которые преобразуют солнечную энергию в органическую, обеспечивает образование угля, нефти, газа, гигантских резервуаров энергии для человеческой цивилизации. Почве принадлежит важная роль в природной среде обитания человека. Самим своим существованием почва обеспечивает возможность для жизни человеку и другим живым организмам. Почва и человек неразрывно связаны друг с другом. Не зря первыми эффективными технологиями человеческой цивилизации были земледелие и животноводство, то есть, по сути, максимальные способы использования земельных ресурсов. Безответственное хозяйствование человека приводит к уменьшению площади пахотных земель и снижению их плодородия. Традиционное использование земли в качестве основного средства сельскохозяйственного производства, а также их всевозможные и долговременные искажения, в значительной мере определили современное состояние почвенного покрова страны. Охрана почв от разрушения – обязанность каждого из нас. Но как сохранить почву? Для охраны пахотных земель и повышения их плодородия необходимо осуществлять различные мероприятия по предотвращению засоления, нарушения структуры почв, использовать новые технологии биологической защиты. В природе нет почв абсолютно устойчивых к эрозии. Она истощает почвенное плодородие, уничтожает или повреждает посевы полевых культур, выносит за пределы поля почвенные частицы. В результате происходит деградация земель. В Кыргызстане распространены три типа эрозии почв – водная, ветровая и пастбищная. Необходимо применять различные методы для предотвращения эрозии. Например, создавать полизащитные лесополосы, защищающие верхний плодородный слой почвы от разрушения ветром и способствующие сохранению влаги на полях, проводить рекультивацию и мелиорацию земель. Это комплексные мероприятия по улучшению и восстановлению нарушенных хозяйственной деятельностью территорий с использованием современных технологий. Мелиорации выделяют противоэрозионные, химические, агротехнические, рекультивационные мероприятия по улучшению почв с целью повышения их плодородия. Агротехнические приемы позволят поддержать плодородие и дальнейшее использование жизненно важных сельскохозяйственных территорий. В Кыргызстане большие проблемы связаны с восстановлением почвенного покрова, разрушенного при строительстве или добыче полезных ископаемых. Необходим комплексный подход использования мировых практик, а также немалые вложения для их решения. Но это необходимо делать уже сегодня, так как почва основное средство сельскохозяйственного производства, относящееся к категории невозобновимых природных ресурсов, а еще и потому, что это наша земля, наша родина. А теперь, ребята, предлагаю выполнить задание. За каждый правильный ответ вы получаете по одному баллу. Определите верные и неверные определения понятий. Почва – форма рельефа, образуемая при высыхании засоленных почв в пустынях и полупустынях. Гумус – верхний, рыхлый, обладающий плодородием слой земной коры, на котором могут произрастать растения. Земельные ресурсы – природные богатства, которые можно использовать для развития хозяйства. Эрозия почв, размыв или смыв горных пород и почв текущей водой или ветром. Такыры – важная часть почвы, вещество темного цвета, образовавшиеся из перегноя. Неверными будут три определения, так как почва – это верхний, рыхлый, обладающий плодородием слой земной коры, на котором могут произрастать растения. Гумус – это важная часть почвы, вещество темного цвета, образовавшиеся из перегноя. Такыры – это форма рельефа, образуемая при высыхании засоленных почв в пустынях и полупустынях. А теперь ответьте на вопрос. Какие основные горизонты выделяют в почвенном профиле? На схеме выделены под цифрой 1 гумусовый горизонт, под цифрами 2 и 3 горизонты вымывания и вмывания соответственно, под цифрой 4 материнская горная порода. Определите соответствие видов почв Кыргызстана, их распространения или формирования. Почвы – сероземы, северные сероземы, туранские сероземы, серобурые почвы, черно-коричневые почвы. Первое – почвы каменистых пустынь западной части Пресыкулья и Качкорской долины. Второе – почвы с мощным гумусом, сформировавшиеся под орехоплодными лесами. Третье – наиболее широко распространенные почвы подгорных и межгорных долин Кыргызстана. Четвертое – основной тип почв Ферганской долины. И пятое – почвы, характерные до равнинной части Чуйской и Таласской долин. Правильные ответы. 1, 3, 2, 5, 3, 4, 4, 1, 5, 2. А теперь найдите соответствие основных понятий и определений. Правильный ответ. Земельная мелиорация – это система мероприятий, направленных на улучшение и создание благоприятных условий для сельского хозяйства. Рекультивация земель – комплекс мер по экологическому и экономическому восстановлению земель. Денудация – это совокупность процессов удаления рыхлых продуктов разрушения горных пород со склонов гор и перенос их на более низкие уровни. Если сумма набранных вами баллов близка к 17, то вы замечательно справились с заданиями и легко сможете объяснить высказывание профессора Докучаева «Почва, зеркало, ландшафт». На этом наш урок подошел к концу. Успехов и всего вам доброго!